Дарья Давыдова Дарья Давыдова Дарья Давыдова Дарья Давыдова Дарья Давыдова Дарья Давыдова Для контроля за ситуацией с ЖКХ к началу следующего года в администрации планируют создать специальное управление в управление, где будут собраны все виды контроля экологические, санитарный контроль, земельный контроль, жилищный контроль. И достаточно большое количество людей будет управлением и они будут иметь там право, я так понимаю, что все виды контроля осуществляют каждый из сотрудников. Что делать и кто виноват, один человек или несовершенство системы? Нашему корреспонденту удалось побывать в спецшколе, которая так часто в последнее время попадает в сводки криминальных новостей. Что происходит за закрытыми дверьми режимного учреждения? Смотрите далее. За последние пару месяцев специальная школа закрытого типа наделала много шума. И еще бы, три побега. Почему дети не согласны с режимом? Попытаемся выяснить. Последний инцидент произошел здесь в минувшую пятницу. Тогда в результате имитации беспорядков троим воспитанникам удалось сбежать. Один, кстати, уже вернулся. Именно он и был зачинщиком беспорядков. Молодому человеку с 17 лет за совершенные преступления его ждет взрослая тюрьма. Именно поэтому он решил покинуть учебное заведение в компании знакомых. Другие дети прикрыли беглецов. Было просто выражение недовольства воспитанниками образовательного учреждения в введении нового распорядка дня. Все. Это недовольство вылилось в такую провокацию, будем говорить, со стороны старших воспитанников. По словам руководителя учреждения, виной беспорядков стало изменение режима. Увеличили количество охраны, ввели новый распорядок дня. Но проблема еще и в особенностях психики детей. Дети, поступившие в это образовательное учреждение, у них идет нарушение психики. И никто от этого не отрекался. И сопутствующих синдромов очень много. Это дети, например, уже имеющие или, значит, частично, да, синдром алкоголизма, да, потом синдром бродяжничества, воровство. В спецшколе есть, казалось бы, все меры охраны. 25 человек режима, сопровождающих учеников по школе. Камеры видеонаблюдения, местами блокирующиеся двери. Но этого недостаточно. В случае беспорядков, например, охрана не имеет права схватить ребенка, потому что таким образом он нарушает его права. Режим, мужчины, которые работают, естественно, боятся в том плане, что любые действия можно спровоцировать, если при задержании ребенка, как физическое насилие, да, есть физическое насилие, а есть применение физической силы. Вот на данный момент мы подписали соглашение с республиканской школой, значит, о том, чтобы режим прошел подготовку. Это будет ближе к декабрю. Как ограждать ребенка для того, чтобы пресечь ему путь к уходу? Получается, что во многом виновата несовершенная система. С одной стороны, суд направляет детей на перевоспитание, с другой, не может обеспечить соответствующие правила строгого содержания. Что нужно сделать для стабилизации ситуации в спецшколе? Как избежать подобных ЧП в будущем? И возможно ли вообще перевоспитать таких детей? На эти вопросы постараемся ответить в ближайшем выпуске программы «Телевизионный обзор новостей». Светлана Стебенькова, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Как спасти людей от спайсов? На базе Сургутской окружной клинической больницы прошла конференция, посвященная особенностям диагностики и лечения острых химических отравлений. Больше 50 врачей со всей Югры собрались для обсуждения недавнего ЧП со спайсами. Напомню, в конце сентября-начале октября в Сургуте произошел всплеск отравлений химическим веществом. Было зарегистрировано около 200 случаев. Погибли 8 человек, также пострадали пятеро несовершеннолетних. По признанию специалистов, округ оказался не готов к такой чрезвычайной ситуации. Именно поэтому врачи скорой помощи, токсикологи, наркологи и терапевты решили совместно разработать тактику действий в подобных случаях. Но понимание патогенезов и правильная тактика в лечении позволит нам избежать и летальных исходов, и инвалидность в дальнейшем людей, которые употребляли, у которых возникла острая химическая травма. В Югре такая конференция прошла впервые. К слову, ее инициаторами стали Министерство здравоохранения России и полномочный представитель президента ВУРФО и Игорь Халманских. Им направят отчет об итогах медсовещания. Кстати, несмотря на некоторые недочеты в урегулировании ситуации с отравлениями с пальцами, специалисты отметили высокую оснащенность сургутских больниц. Ну что касается медицинского аспекта, то есть оборудования, подготовки персонала, готовности стационаров, здесь, безусловно, многие учреждения федерального значения могут позавидовать вашему оснащению, по уровню подготовки ваших специалистов. Между тем, полпред президента ВУРФО Игорь Халманских сообщил, что полностью поддерживает инициативу губернатора Югры Натальи Комаровой по полному запрету свободного оборота курительных смесей. Глава нашего региона направила соответствующее предложение в правительство России. Под обращением Натальи Комаровой подписались больше 10 тысяч жителей округа. Также полпред выразил недоумение по поводу внесения в список запрещенных новых наркотиков, которые синтезируют чуть ли не ежедневно. Я имею в виду наркокатроль, когда они начинают рассказывать о том, что у них не хватает лаборатории, о том, что они должны через лабораторию проверить это вещество, внести его в список, и только тогда мы начинаем изымать. Ну, как-то, знаете, вот нелогично. Почему-то огнестрельное оружие как-то сразу определяет, что оно огнестрельное, а если это вещество одурманивает человека, это обязательно надо через лабораторию проверить. В Сургуте стартовали конкурсы педагогического мастерства. В этом году работники образования будут соревноваться в пяти номинациях. Жюри выберет лучшего учителя, воспитателя, молодого специалиста, педагога-психолога. На первом этапе в одном из детских садов города собрались 13 конкурсантов из дошкольных образовательных учреждений. Воспитатели представили свой педагогический опыт, а также участникам предстоит провести открытые занятия с детьми. Сегодня у нас творческая презентация. Наши воспитатели представляют свой педагогический опыт, либо защищают образовательные программы, если не являются разработчиками этих программ. И вторники, среда – это те дни, когда наши воспитатели покажут свое мастерство на занятиях, на занятиях, организованных с детьми детского сада «Огонек». Презентовали свое профмастерство и молодые учителя. Они будут соревноваться в конкурсе «Педагогическая надежда». В этом направлении состязания проходят уже в восьмой раз. В этом году в них принимают участие 24 учителя. Начинающие работники образования в течение трех дней поделятся опытом со своими коллегами, расскажут о личных проектах и достижениях, проведут показательные уроки. Финалисты примут участие в дебатах, после них определят победителя. По словам председателя жюри, главное в этом конкурсе – приобретение опыта. Ступенька роста, которая поможет им публично представлять себя, оценить свой наработанный крупицы опыта, естественно, познакомиться с таким же молодым коллегой из другого образовательного учреждения. В Сургуте в шестой раз прошел первый этап открытого чемпионата по интеллектуальным играм на Кубок главы города. В его рамках проведут четыре умных состязания на первом осеннем формате «Что, где, когда» побывала наша съемочная группа. «Автор множества таких книг сравнивал их скорее не с учебниками, а с нотами. А что это за книги? Время». «Такие книги сравнивали не с книгами, а с учебниками». Найти правильный ответ на вопрос и сделать это за считанные не то что минуты, а секунды. Общий уровень IQ собравшихся в зале зашкаливает. Например, студенческая команда «Умдадыр» дважды становилась чемпионом Тюменской области в интеллектуальных играх, участвовала во всероссийских состязаниях. Диана, капитан команды, признается, сложных вопросов много, но они не запоминаются. А вот курьезы случаются практически каждый раз. «Курьезных моментов бывает много, особенно когда пытаешься выбрать из нескольких вариантов и выбираешь не то. Это, наверное, самые такие моменты. Обидные и смешные порой бывают. Или когда считаешь, что твоя версия лучше авторского ответа». Интеллектуальное движение в Сургуте стартовало 14 лет назад. Тогда это были любительские команды, которые иногда выступали на окружной и всероссийской арене. Теперь все изменилось. «Начинали мы с очень небольшого количества студенческих команд когда-то там лет 10 назад. А сейчас у нас в городском чемпионате играют целая плеяда школьных команд, целая плеяда студенческих команд самых лучших. У нас играют корпоративные команды и у нас еще играют, так называемые, команды взрослого зачета. Это профессиональные команды, которые наиболее серьезно занимаются интеллектуальными играми». Чемпионат по интеллектуальным играм на Кубок главы города проходит в шестой раз. В его рамках проведут четыре игры. Традиционно команды состязаются в брейн-ринге, что где когда, в мультииграх и других умных дисциплинах. «По итогам, получается, всего года команды собирают турнирные очки из-за своих успехов. И, соответственно, в конце этого дела подводится большой итог. В конце у нас будет глава играть со своей командой против сборной клуба. Это будет, как всегда, очень весело и интересно». А пока уже есть первые результаты. Самой эрудированной командой осени стал коллектив «Берлин-Мумбай». Дмитрий Подлесной, Светлана Степенькова, Вячеслав Шаркунов, Сургут-Интерновости. Бассейн Ледового дворца спорта не работает, и в ближайший месяц ждать его открытия не стоит. В ходе планового ремонта летом этого года специалисты отметили и превышение допустимого количества трещин, которые ранее списывали на естественную усадку всего здания. Уже проведены переговоры с застройщиком и составлены соответствующие акты о нарушениях целостности чаши. Так как до конца ноября объект находится на гарантийном обслуживании, бюджетные средства на ремонт объекта тратить не будут. Сейчас строители ждут заключения экспертной организации из Омска, которая должна провести анализ конструкции бассейна. Только после этого станет понятно, какие работы необходимо сделать для устранения недочетов. Но в любом случае, вероятно, что раньше декабря бассейн не заработает. Бассейн простоял неделю заполненный, мы туда людей не запускали. И, к сожалению, те наблюдения, которые проводили строители, показали, что трещины продолжают появляться как количественно, так и увеличиваться в своих размерах. Поэтому было принято решение о том, что мы в бассейн людей не пускаем. Строители занимаются дополнительным обследованием чаши бассейна и тех конструкций, на которых она крепится. В Сургуте проходят матчи первого тура детско-юношеской баскетбольной лиги России. Молодежь Сургутского университета за путевку во второй раунд сражается со сверстниками из Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Самары и Заречного. В двух стартовых встречах наша команда потерпела два поражения. В первой игре спортсмены уступили Магнитке с результатом 62-68. Во втором матче «Зенит с берегов Невы» нанес нашей молодежке крупное поражение 46-74. Университету осталось провести два матча, и только победы в них могут гарантировать сургутянам продолжение борьбы за места с первого по девятнадцатого. У нас команда молодая, четыре человека 97-го года и 88-го года рождения. Так что в задачи мы ставили попасть в следующий этап. Но, к сожалению, проиграли первую игру, сейчас и вторая игра. Команда немножко потеннее, чем наша. А баскетбольный клуб «Университет Югра» на выезде уступил в четвертом туре мужской суперлиги второй команде «Химок». По итогам первой половины встречи сургутяне выигрывали у молодежки подмосковного гранда европейского баскетбола со счетом 45-39. Однако уже после третьей четверти преимущество перешло на сторону хозяев паркета. В заключительном периоде за пять персональных замечаний с площадки был удален Николай Липоевич, к тому моменту набравший рекордные 36 очков. Без него «Университет» не смог отыграть отставание и уступил 90-98. Наша команда занимает седьмое место. 30 октября в Алма-Ате сыграет против Алматинского легиона. Далее коммерческая информация о МЭТе и другие новости есть на нашем сайте indefisnews.ru. Благодарю за внимание. До встречи в эфире. Новый офис Сургутнефтегазбанка открылся по адресу Бульвар Свободы-2. Офис нового формата удобен тем, что здесь обслуживают как юридических, так и физических лиц. Право перерезать красную ленту досталось руководству банка и высоким гостям праздника. Здесь мы впервые предлагаем самую широкую линейку всех продуктов, которые есть в нашем банке. Кроме этого, здесь есть специально выделенные помещения, которые отданы под учебный центр. И там намерены проводить обучающие мероприятия вместе с нашими партнерами для сегмента малый бизнес, средний бизнес и так далее. Одним из первых оценил удобное расположение и широкий спектр услуг глава города Дмитрий Попов. Один горожанин сегодня точно уйдет отсюда, улыбающийся. Я в кои-то веке воспользовался банкоматом и как клиент Сургутнефтегазбанка с 20-летним стажем. Подключил наконец-то мобильную версию интернет-банка. Поэтому теперь я буду работать с вами еще оперативнее, правда, на некотором расстоянии. От всей души поздравляю вас. Стабильность города Сургута тоже зависит от вас, банкиров, потому что я доверяю банкирам-практикам гораздо больше, чем теоретикам с их какими-то прогнозами и планируемыми на ближайшие годы. Частным клиентам здесь помогут выбрать наиболее подходящий и выгодный вид вклада, оформить потребительский или целевой кредит на выгодных условиях. Кроме того, производятся денежные переводы, принимаются коммунальные и налоговые платежи и многое другое. Для корпоративных клиентов банк предоставляет услуги расчетно-кассового обслуживания, открытие корпоративных карт, инкассации. Клиентом Сургутнефтегазбанк остался совсем недавно. Понравилось общение специалистов, их грамотный подход меня привлек. Ну и в процессе общения заинтересовали продукты, которые мне были предложены. И тем более мне приятно, что эти грамотные специалисты будут работать в таком светлом офисе. Я поменяла все банки, открывала очень много расчетных счетов в других банках, но остановилась именно на Сургутнефтегазбанке. Он мне очень понравился тем, что быстрое обслуживание, как юридическое, так же и очень большое уважение к клиенту ко мне отнеслись. И это мне очень понравилось. В новом офисе вас ждут по адресу. Бульвар Свободы 2 по будням с 9 до 18.45. Сургутнефтегазбанк. Банк нашего города. Клиент Митросети становится клиентом, просто позвонив по телефону. Платит, как привык. Оплата картой. Через платежный терминал. Или через интернет-банк. О следующем платеже напомнят СМС. Митросети. Естественный выбор. Митросети. Большая распродажа, супер цены и скидки до 70% на осенне-зимнюю коллекцию в салоне кожи и дубленок Флорида. Проспект Ленина, 16. Заботиться о здоровье легко. Пейте натуральное молоко «Першинское». Мы сохранили в нем все лучшее, что создала природа для здоровья. Натуральный кальций, витамины и прекрасный вкус. «Першинское» от природы в чистом виде. Почувствуйте волшебство тепла. Прикоснитесь к уютной нежности. Откройте «Текстильный дом спрос». Грандиозный ассортимент текстиля для создания домашнего уюта. Одеяло, подушки, полотенца, пледы и многое другое. Продажа оптом и в розницу. Акции-скидки. «Текстильный дом спрос» в Сургуте, улица Базовая, 15. Потрясающая меховая история. От салона кожи и меха «Челти». Греческие шубы из норки, лисы, соболя, куницы и ласки. Кожаные куртки и дубленки производства Турции. На изделия из кожи скидки до 50%. Действует рассрочка. Приходи в Челси. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. И о погоде на 29 октября. Здравствуйте, в студии Елена Ливанова. В шубке от салона меха и кожи с оленьей коллизионе. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Деколюкс». Компания «Деколюкс» предлагает автоматические секционные ворота, защитные рольставни, турникеты, шлагбаумы, автоматические распашные откатные ворота и жалюзи. «Деколюкс». Надежная защита вашего имущества. Телефон 262772. Улица Егорская, 38, телефоны 261407, 262772. В среду погода в большей части Западной Сибири будет определять циклон, сопровождаемый полями снеговых облаков при температурном режиме на несколько градусов ниже климатической нормы. Лишь на западе региона на фоне потепления постепенно прояснится. Ночью в Саргуте окрестностях облачно, временами снег. Направление ветра юго-западное 4,9 метра в секунду. Температура воздуха минус 5, минус 10. Утром также облачно, временами снег. На столбиках термометров около 7 градусов мороза. Днем с неустойчивыми прояснениями. Кратковременный снег. Ветер западный с переходом на северный. 4,9 метра в секунду. Температура 1,6 градусов ниже нуля. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». В сети салонов обуви «Саламандр» большое поступление мужского и женского ассортимента из Германии и Финляндии. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров в ртутного столба. Чудо техники для зимних прогулок. Санки-коляска легко передвигаются и по снегу, и по асфальту. Детский везде год прогулки без забот. Санки-коляска такие только в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Фабрика комфорта. Воплощение качества, профессионализма, красоты и удобства. Шкафы-купе, гардеробные, кухни детские. Экологически чистые материалы и новейшие технологии. Модные расцветки и фактуры. Десятилетний опыт собственного производства. И, пожалуй, самые выгодные условия покупки. В компании «Фабрика комфорта» Новый год уже начался. Грандиозное снижение цен. Салон меха и кожи «Солени Коллизионе» предлагает коллекцию нового сезона для мужчин и прекрасных дам. Стильные вещи и приятные цены порадуют вас. Приходите за покупками в торгово-развлекательные центры «Вершина» и «Сургут Ситимол». «Солени Коллизионе» согреет вас в любую погоду. Я желаю вам всех благ. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин